Да, вы знаете, есть такие критерии, есть в принципе такие примеры, как молодые души, души среднего возраста и старые души. Молодым душам в этом мире все интересно. Вот за что бы они ни взялись, им все так интересно, их все радует, вот все их увлекает. Это такие обычные веселые люди, которые очень любят шутить, смеяться, они все время душа компании. В общем, они такие очень подвижные, вот им все интересно, они за все берутся. Средние души это такие, могут быть вдумчивыми, могут быть также и душой компании, но реже. Также там у них очень многое получается, но они берутся за что-то одно, так как уже как бы проявили себя в прошлых воплощениях и знают, что им больше подходит. Есть еще такое понятие, как старые души. Их в принципе ничего никогда не радует, им не кажется что-то интересным, или не кажутся какие-то люди какими-то особо умными. Даже тибетские мудрецы, им не кажется, что они особо могут сказать что-то умное, поскольку это как бы очевидные банальные вещи, которые в принципе ничего нового не раскрывают. Им не интересно особо общаться в компаниях, им не интересно ни со сверстниками, ни с кем-либо другим. Они больше любят одиночество, находиться наедине с собой, а также они очень любят помогать другим людям, общаться. То есть как бы не на уровне вот просто какого-то человеческого общения, пойти вместе отдохнуть, разделять общие недостатки и так далее. А больше вот по духовности, пойти вместе помедитировать, поговорить о смысле жизни. Вот это такие более древние души, поэтому каждый из вас может сделать разделение на то, какие они. Даже вот вы подумайте сейчас, а потом мы можем даже сделать такой небольшой опрос, чтобы подняли руки те, кто молодая душа, те, кто душа среднего возраста и старая душа. Можем, да. Можно вам просто отворчить? У меня сейчас посетила мысль, что сказать, чтобы не работать. Да, я спрашиваю, что ты, мне вот, я с детства самым маленьким рисовала, что у меня мама сказала, что я рисовала. То есть уходить не делай, когда я вот что-то блокирую. То есть она так, да, но чем старше, чем ближе я рисовала. Я рисовала, и сейчас это супер обманяем в этот направлении, когда, ну, мысль медитации. Но я никогда не хотела заниматься профессионально, но такое желание осталось. Как вы считаете, это может быть потребность, скажем так, именно из прошлой жизни научиться сейчас об этом профессионально? Стоит ли это развивать или оставить это как-то для обыкновения? Я думаю, что обязательно стоит это делать, поскольку у многих на самом деле таланты из прошлых жизней, они им даны свыше для того, чтобы они каким-то образом учащали что-то приятное, что-то хорошее в мире, какую-то энергетику передавали, но вот тем, что они видят. В особенности, если это картины художников-эзотериков. Вот так же, как очень многие люди исцеляют своей музыкой, вот так же исцеляют картинами. Есть такие люди, вот действительно, я много раз об этом слышала, что люди смотрят на картины и исцеляются. Поэтому я думаю, что стоит начать для начала рисовать коллекцию для себя, потом, возможно, это расширить и сделать где-нибудь, ну вот, что-нибудь, выставку. Поэтому я думаю, что это стоит обязательно развиваться. У меня вопрос, мне тетя поведала, у нее в молодости был такой этап, она как бы жила твоей жизнью. То есть, в реальной жизни она учитель музыки, в школе преподавала, приходила домой, но ее не совсем устраивала семейная жизнь, не сказать, что разочарование, но были определенные контакты с этим. Когда она каждый раз усыпала, у нее сны были, они были, как бы, вторая жизнь во сне. То есть, когда она присыпалась на определенном месте, когда она усыпалась доождения, она не помнила, она знала, где она жила, в другой стране, у нее была другая семья, продолжался, когда старшим годом, порядка трех лет. Я сначала наповедала, что такое может быть, интересно, такое вообще возможно, если с чем это может быть связано, какой может быть. У меня тоже такое было еще с детства. Мне снилось вот то, что вы рассказываете, как многосерийные сны. Вот я просыпалась на каком месте, на том же месте, когда я засыпала, оттуда он продолжался. Я долго думала, что это, у меня это вообще началось лет в шесть, по-моему, поэтому я вообще тогда ничего не знала об эзотерике, но знала, что это что-то очень важное. И потом, впоследствии, я поняла, что мне снились мои прошлые жизни. Так что я думаю, ей сняться в ее прошлой жизни, это не просто так, наверняка сейчас ей нужно вынести из этого какой-то опыт, который поможет ей в настоящем. Есть ли еще какие-то у вас вопросы? Да. То есть вот во сне все выпадают в одно и то же место, на нем тоже как в местности. Измеря все сны, они происходят в одной и то же местности. Это как особый такой мир, то есть вот, ну, я меня и знаю во сне, все это там есть. Ну, вам нужно что-то видим оттуда извлечь, потому что, когда нас отправляют в осознанных сновидениях, либо же в астрале, постоянно в одно и то же место, еще и на протяжении нескольких лет... Ну, все равно, вам нужно что-то оттуда извлечь. Это не просто так, это не совпадение и не случайность. Правда, что это у вас не в прошлом варианте? Нет, это неправда. Вот я когда начинала практиковать астральные путешествия, со мной там такое случалось, вы себе не представляете. Как-то раз на меня напали какие-то странные белые муравьи. Они полностью меня облепили, я почувствовала, что они меня едят. И буквально через секунду я смотрю, от меня остался беленький такой скелетик чистенький. Я смотрю, такая, о-о-о, я скелетик. Проснулась, все нормально, но потом прочитала о Кастенеде, что когда такие случаи бывают, это значит, что человек теряет физическую форму, человеческую форму, то есть как бы преображается. Есть ли еще какие-то вопросы? Да. А, Валерий, смотрите, а в каком смысле я не слушаю себя чувствуешь, что ты уже старый дышок, но по времени заставляешься не чувствуешь, как голодая дыша. Заставляешь? Да. Ну, вообще, в принципе, это хорошо. Если это не получается делать вот при помощи вдохновения, то, по крайней мере, когда мы начинаем заставлять себя что-то делать, через некоторое время это начинает получаться у нас природно. Поэтому это тоже очень хорошо и правильно. Со временем у вас как бы появится эта жизнерадостность, эта легкость сама по себе. Но советую еще делать почаще регрессию в детство. Мы сегодня займемся на второй части лекции этими техниками. Там еще какой-то я видела был вопрос. Можно ли вообще умереть во сне? Можно как-то, если ты слышишь, как дешевая. У меня есть, там, ты слышишь, да, на каждой дороге, а у меня снова у меня как-то. Ну, возможно, что у него какая-то была болезнь, не знаю. Но мне кажется, что это совсем не с этим связано. Ну, возможно, у него какая-то была сама по себе болезнь, что такое случилось. Может быть, с сердцем что-то. Но вообще при желании, чтобы именно уснуть и не проснуться, это невозможно. У меня был один период в жизни, когда я считала, что мне уже необходимо просто-напросто уйти из этого мира. И я работала, наверное, полгода над тем, чтобы уйти через сон. И вот, я уже об этом забыла, уже вышла как бы из того состояния, когда мне этого хотелось. И как-то раз ко мне приехала моя сестра. Мы с ней спали на одной кровати. И тут, когда уже было утро, я встаю с кровати, потом понимаю, что я не встала, что это я вышла в астрал, и много раз пытаюсь встать, и у меня не получается. Я понимаю, что, ну вот, в астрале мы очень многое понимаем, не так, как в реальности. Я понимаю, что я добилась того, чего я хотела. Что сейчас у меня есть реальная возможность уйти через сон. И тут я думаю, ну нет, как это так? Рядом со мной спит сестра, что же она с трупом рядом проснется? Да и к тому же я уже как-то об этом перестала думать, у меня уже лучше, ну, наладилось что-то в жизни, как-то лучше все стало. И я думаю, нет, не сейчас. И мне пришлось очень долго попотеть для того, чтобы вернуться в свое тело. Но шла я к этому долго, несколько месяцев. Поэтому просто так, к тому же это нужна большая база. Это, ну, это очень нужно разных, много разных техник делать для того, чтобы это получилось. И то, у меня получилось это спонтанно, когда мне это уже было не надо. Поэтому я думаю, просто так это невозможно, чтобы это получилось. Это бывает такое, когда я выхожу на сторону сам по себе, все нормально. Когда я выхожу на сторону с кем-то, с кого выхожу с собой. После того, как я возвращаюсь сюда, бывает часто, что я не могу понять, где я вернулся сюда или не могу. Это вообще нормально или не стоит с кем-то выходить. Почему это такое? Ну, когда я выхожу на сторону с кем-то человеком, когда я выхожу туда сам по себе, я на паник выхожу и возвращаюсь. Когда с кем-то человеком, человек возвращается нормально, я выхожу туда, а я по-другому прививаю сомнения, я вообще умер, я не вижу, я не вижу, что с собой. То есть я даже хожу, скажу себе, где-то там, да, отражение, отражаю с кем-то. Может быть, просто вам Вселенная говорит, что пока что, может, вам не стоит этим заниматься, потому что, возможно, эти люди еще пока не готовы, к тому же, это такая техника неблагодарная. Меня многие тоже просят, возьми нас с собой в астрал. Но пока эти люди сами не будут готовы, нет смысла их брать с собой в астрал, потому что, возможно, вы там нарушите им карму. Или, возможно, они чего-то испугаются и вообще не захотят выходить в астрал долгие годы. Поэтому я думаю, что Вселенная просто вам так маякует, что, возможно, этого не стоит делать и развивать именно себя. А если вы хотите им помочь, то давайте им техники, советуйте им, рассказывайте на словах, но именно не вытаскивайте.